Всем привет! С вами Культ Южин и я, Анна Акуджава. Все самые яркие события нашего города смотрите в программе прямо сейчас. 13 марта в Тверском цирке состоялась грандиозная премьера шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Невероятно красочное представление не оставило равнодушным ни одного зрителя. На арене цирка был показан целый спектакль, в котором слились воедино сложнейшие трюки, роскошные костюмы, музыкальное сопровождение, тонны ярких декораций, а также дрессура животных. В Тверском цирке были показаны новые номера, захватывающие своей красотой и сложностью исполнения. Одним словом, артисты удивляли своим мастерством с каждым новым выходом на арену. Премьера этого номера – это зеркальный номер «Жанглер с кольцами». Очень необычный номер, очень оригинальный. Эквирибрист на вращающем диске, контрходцы и перши. Эквирибрист на першах. Они в Твери приступали впервые. И сегодня вообще много номеров, которые впервые в Твери. Шоу «Гия Эрадзе» вызывает огромный интерес у публики. Многие зрители, уже побывавшие на представлении, решили приехать специально из других городов, чтобы вновь насладиться этим волшебством. Мы приехали сюда из Самары, и люди, которые посмотрели нас в Самаре, собираются приехать сюда в Тверь, чтобы посмотреть еще раз. Каждый номер королевского цирка оставил самые яркие, положительные эмоции и впечатления у всех зрителей. Шикарное представление, очень красиво, ярко. Это представление было очень красочным, и там очень много разных животных. Очень здорово, очень захватывающий даже дух. Мне очень понравилось, где быки вон там бегали. А мне понравилось там с собаками. Очень интересная сюжетная линия, и интересно как детям, так и взрослым. Артисты получили удовольствие от выступления, а Тверской зритель не скупился на овации и аплодисменты. Зритель, конечно, очень порадовало. Безусловно, приятно. Грандиозное шоу «Королевский цирк» ждет всех жителей города насладиться красочным представлением в Тверском цирке до 25 апреля. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу пригласить вас на замечательный концерт, который состоится 10 апреля в киноконцертном зале «Панорама». Александр Шоу – известный композитор, певец, вокалист дуэта «Непара», имеет звание заслуженного артиста Абхазии и Республики Южной Осетии. Мы впервые услышали и увидели его в дуэте, который просуществовал более 15 лет и за это время приобрел невероятную популярность и миллионную армию поклонников. Львиная доля успеха этого коллектива принадлежит Александру Шоуа, который не только пел вместе с Викторией Толышинской, но и сам писал песни для дуэта. Эти композиции отличаются глубиной и искренностью. Александр – очень разноплановый человек. Он искусно владеет голосом, освоил барабаны, гитару, клавишные инструменты. Несмотря на огромный успех дуэта, Александр никогда не забывал о сольной карьере. Он выпустил несколько дисков, выступает с концертами в нашей стране и далеко за ее пределами. Родился Александр в Ачимчиро, городе на море. Впервые сел за фортепиано в четырехлетнем возрасте, а в девять лет уже стал участником местного детского ансамбля. После окончания школы Александр стал студентом отделения эстрады Сухумского музыкального училища, но закончить его не успел. В Грузии началась гражданская война, и многие семьи абхазцев покинули родину, переехав в Россию в поисках спокойной жизни. Семья Шоуа поселилась в Москве. Первое время было непросто. Несколько лет работал в группе «Арамис» клавишником, аранжировщиком и бэк-вокалистом. Затем по приглашению представителя известной европейской звукозаписывающей компании «Полиграмм» несколько лет пел в одном из ночных клубов Кёльна. Кроме этого выступал с собственными композициями на сцене концертной площадки «Глобус». Популярность к певцу пришла очень быстро. Постоянные клиенты этих заведений стали его поклонниками. Однако веселить посетителей клубов талантливому музыканту быстро надоело. И Шоуа возвращается в Москву, мечтая сделать собственный проект, создав с Викторией Толышинской дуэт «Непара», который приобрел колоссальную популярность. Александр всегда сам писал музыку и стихи для песен. Некоторым композициям, таким как «Плачь и смотри», «Другая причина», «Они знакомы давно», было суждено мгновенно попасть в номинацию хитов. Однако трудолюбимому и амбициозному музыканту казалось мало славы в дуэте. Он хотел сделать сольную карьеру. И на этом поприще делал успехи. Как я уже говорила, Александр – разносторонний человек. В прошлом сезоне он участвовал в популярном шоу Первого канала «Три аккорда». Сейчас участвует в шоу «Точь в точь», записал несколько дисков, снимаются в клипах, и все, как всегда, успешно. Александр является автором и исполнителем синглов, которые знают миллионы слушателей. В настоящее время Александр обладает правами на название и композиции группы «Непара». Плачь и смотри, со стороны, счастье вашиком по добру привечном. Плачь и смотри, у него глаза твои, и если бы не ты, мы бы были втроем. Итак, 10 апреля, киноконцерт и зал «Панорама», Александр Шоу и группа «Непара». Звоните по телефону 300 033, заходите на наш сайт panoramadefist.ru и до встречи в киноконцертном зале «Панорама». Вот и прошла масленичная неделя, а значит, что на пороге уже весна. Хочется, наконец, почувствовать веяние теплого ветра весенних дней, ведь так надоела серая и тусклая зима за окном. Так жители нашего города проводили зиму и встретили весну с размахом. В городском саду прошли гуляния. На сцене выступали творческие коллективы нашего города. Прошла ярмарка, на которой посетители смогли приобрести много интересного и вкусного. И, конечно же, карусели неслись по кругу, развлекая детишек, пришедших на праздник. Зиму проводили, но, кажется, уходить она и не собиралась, ведь погода была не самой теплой. Но это никак не повлияло на настроение жителей нашего города, и все с удовольствием пришли на праздничное гуляние. Нам остается лишь ждать прихода весны и насладиться теплыми днями. А там недалеко и лето, которое ждут все с нетерпением. Вы смотрели самую классную программу о культурных мероприятиях нашего города. Будьте с нами. Пока! Субтитры подогнали Симон.